Дышать через специальную трубку Маленькому Степану приходится с самого рождения В роддоме крик младенца мать услышала лишь одиннажды А потом вспоминает Ксения Налимова Суета врачей и попытки спасти новорожденного Для меня это был шок вначале Я вот родился, а теперь еще надо что-то там ему резать Когда ему один месяц Ну мороз просто по коже был Через рот воздух не проходил Поэтому наложили трахеостомическую трубку В гортань вставили трубочку И ребенок благодаря этому Дышит, развивается до сих пор Но трубочки меняем практически каждую неделю Сейчас такие трубочки Семья Налимовых вынуждена покупать каждую неделю Стоимость одной порядка полутора тысяч рублей И хотя с помощью их Степа может дышать Инородное тело Ребенок постоянно пытается снять и выбросить Первый раз это случилось в три месяца Когда ребенок начал уже более-менее Активно двигаться То есть естественно ручки шаловливые Это понятно, ребенку интересно Он познает мир Он доставал сам эту трубочку И были приступы асфиксии Которые мне пришлось собственноручно Что называется Его спасать Квартиру Налимовых можно назвать Домашней реанимацией Специальные аппараты, медикаменты, растворы для промывания и ингаляции Родители Степы нашли врачей Которые готовы сделать операцию Цена за спасение жизни крохи немалая Операция платная Поэтому средства нужны У семьи конечно таких денег нет Так что кто может, тот поможет Я нашла клинику в Израиле Которая согласилась нам помочь Потому что обойдя всех врачей И в Тагиле, и в Екатеринбурге То есть мы конечно встретили понимание Но таких технологий Какие есть за границей У нас конечно нет Но для этого нам необходима большая сумма денег Это порядка 17,5 тысяч евро Таких денег у молодой семьи нет Говорит Ксения Стоимость операции равна цене однокомнатной квартиры Которых у Налимовых тоже нет Вместе с ребенком-инвалидом Молодые родители вынуждены арендовать жилье Управление социальных программ и семейной политики Администрации города Пообещали разобраться в сложившейся ситуации И по возможности помочь Помощи родители Степы ждут и от тагильчанов Всем, кто неравнодушен к судьбе маленького тагильчанина Просьба обращаться по телефону 8 908 633 1672 Наталья Филимонова, Павел Охотников, Дмитрий Охотников, Анатолий Тютин Новости Тагил ТВ Протяни руку помощи тем, кто в этом нуждается Лицам без определенного места жительства Регулярно помогают специалисты Комплексного центра социального обслуживания населения Восстанавливают документы Устраивают их на работу И самое главное, дают крышу над головой Сегодня в общежитии для бомжей Соцработники привезли одежду и бытовую химию В рамках акции Протяни руку помощи Подробности в сюжете Пенсионерка Людмила Резенкова В общежитии для бомжей почти год Сюда пришла сама Из собственной квартиры ее вынудили уйти Самые близкие и родные Сын со снохой Издевались надо мной Били Колотили меня И суп на голову выливали И подушками душили И волосы вырывали на голове Прийти в общежитие для людей Попавших в трудную жизненную ситуацию Ей посоветовали соседи и коллеги по работе Здесь уверяет 72-летняя пенсионерка Ей спокойно и хорошо Возвращаться домой в семью, которую не видела с марта прошлого года Людмила Резенкова не желает Созваниваюсь с соседкой, которая привозила сюда Сказала, тебе делать нечего Как была пьянка, как пьют Таких, как Людмила Резенкова, здесь еще 25 человек В общежитие они попали по разным причинам Каждому из них соцработники и руководители организации «Закон и порядок» Помогают восстановить документы, найти работу И самое главное, дают крышу над головой У нас есть положительные примеры То есть у нас человек один тоже пришел самостоятельно Одна женщина пришла, она у нас из Теглостройского комплекса обслуживания тоже понаправили Здесь они познакомились, стали тут уже совместно проживать И помог трудоустроиться ему на завод Он от завода получил общежитие То есть они благополучно совместно съехали Сейчас живут отдельно в общежитии вдвоем Сегодня в общежитии гости Специалисты комплексного центра социального обслуживания населения С собой соцработники привезли одежду и бытовую химию Пиджачок О, кому пиджачок? Пиджачок хороший Мужчины разберут О, свитер хороший кому? Свитер кому теплый? Мы выявляем, во-первых, сколько на данный момент находится здесь человек И в чем они нуждаются И теплые вещи, допустим, нужны Обувь нужна Либо это верхняя одежда И уже исходя из этого Если женские вещи, значит женские вещи Вот на данный момент здесь проживают две женщины Но в основном, конечно, мужские вещи требуются И мы вот кидаем такой клич по сбору именно вещей Участие в благотворительной акции «Протяни руку помощи» Приняли участники трех школ микрорайона «Рудник» Вещи нам необходимы, так как у нас в организации доходов нет Привозят, там продукты питания бывают, привозят Вещи привозят Вот в этот раз привезли, то есть порошок, мыло там тоже Ну, необходимые вещи, то есть гигиена, она должна здесь выйти Подобные благотворительные акции в общежитии для бомжей проходят регулярно Если вы желаете протянуть руку помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию Обращайтесь по телефону 8-912-67-67-67-1 90 дней голода и холода Сегодня в России отмечается день снятия блокады Ленинграда Ровно 68 лет назад жители города на Неве праздничным салютом отметили окончание блокады Альбина Сказлауска встретился с тагильчанами, которые не понаслышке знают о тех временах Когда кольцо замкнулось, Анверу Николаевичу исполнилось 4 года Все 900 суток он прожил в блокаде Эвакуироваться запретил отец В то время он служил в армии водителем Видел, как бомбят эшелоны спасавшихся Сам же город, вспоминает Анвер Николаевич Бомбили скорее, чтобы сломать психологически Рев приближающихся фугасов и зажигалок действовал ужасающе, вспоминает он Иногда самолеты летали так низко, что можно было увидеть улыбки пилотов Вот лично я запомнил наименование этих самолетов Вот как мы сейчас запоминаем Ниссан, Вольво, машины А мы тогда разбирали, что такое самолеты Потому что мы больше на небо глядели И с неба там сыпались Они стреляли из пушек, пулеметов там обстреливали И гильзы-то все летели Вот эти у нас были первые игрушки От холода и голода за день умирали 2000 человек, рассказывает пенсионер Есть в городе было нечего Даже кошки с собаками все пропали Люди замертво падали на улицах Спасательные карточки на хлеб обеспечивали лишь 125 граммов на человека Вот карточка И каждые сутки разбиты на 5 И вот каждый кусочек представлял себя из 25 граммов Вот этот кусок хлеба – единственная пища влагатников Тем из горожан, кто был занят на работах, причиталось в два раза больше Матери жертвовали свою долю детям Антонина Давыдова до сих пор к хлебу относится бережно В блокадном Ленинграде она потеряла всю семью Даже фотографии не сохранилось По Ладожскому озеру восьмилетней Тоне ночью эвакуироваться помогла тетя Бомбежка была страшная Вот действительно судьба человека Наш катер добрался до другого берега Из двух с половиной миллионов блокаду Ленинграда пережили лишь 700 тысяч человек Сегодня на вагонке часть из них собрались за столом День снятия блокады они по традиции встречают вместе Вместе держат оборону, чтобы в их счастливую жизнь невзгоды пройти не смогли Альбина Сказлаускас, Константин Понюхин, Анатолий Тютин Новости Тагил ТВ Автомобиль первому, кто придет к финишу Аркомитет по подготовке к Лыжне России прошел сегодня в Нижнем Тагиле До главной лыжной гонки осталось чуть более двух недель Сейчас на полигоне НТИМа, где пройдет спортивное состязание, идет подготовка Организаторы лыжной гонки уже столкнулись с первой проблемой Где взять снег? Подробности далее Без снега Лыжня России 2012 не останется В этом журналистов сегодня заверили на заседании Оргкомитета Где достать снег, организаторы лыжной гонки знают В ближайшее время они планируют задействовать снежные пушки и спецустановки Оборудование доставят из Новоуральска, из горнолыжного комплекса «Гора Белая» Производить снег будут пушками на одном из водоемов реки Руж В полутора километрах от полигона НТИМа Номинально можно ее подключить и получать, а это больше 30 кубов снега в час Для трассы понадобится порядка 10 тысяч кубометров снега, говорят организаторы Необходимым количеством снега для гонки пушка обеспечит полигон лишь через 13 суток И то, если будет работать круглосуточно Начать работу по производству снега планируется уже завтра Главное, говорят организаторы, чтобы температура не опустилась ниже предельно допустимых значений При которых эксплуатация пушки будет затруднительно Затруднений по поводу того, что подарить победителю, у организаторов не было Сколько у нас идут олимпийские игры в Сочи Хотим, чтобы главным призом для участников и победителей Лыжной России Был автомобиль официального партнера Олимпийских игр в Сочи В центральной лыжной гонке примут участие свыше 12 тысяч человек Призеров Лыжни России ждут экипировочные сертификаты За первое место от 50 тысяч рублей По заслугам спортсмены могут улучшить свое материально-техническое обеспечение Купить все, что будет Лыжи, ботинки, палки, экипировку любую То, что потом мы будем получать Еще лучшее показать результат Кроме того, в рамках проведения декады лыжного спорта в Нижнем Тагиле Будет организовано 127 различных стартов На трассу выйдут свыше 30 с половиной тысяч горожан Для участников главной лыжной гонки оборудуют бесплатную парковку, павильон для переодевания и полевую кухню Первый забег состоится 12 февраля в 12 часов Альбина Сказлаускас, Константин Понюхин, Анатолий Тютин Новости Тагил ТВ Такова была информационная картина пятницы Если вы стали очевидцем уникального события и успели снять происходящее на видеокамеру Присылайте нам и получайте призы от нашего спонсора компании Комат Делайте новости вместе с нами Наш телефон 419551 Адрес сайта www.tagildefistv.ru Раздел сообщи новость Моя часть выпуска на этом завершена С новостями из мира спорта вас познакомит Александр Сальников Всего доброго